Добрый день, дорогие друзья! В эфире шоу Телеактивно! И мы ее ведущие Лена Андреева и я, Ларина Сакуева. Вся наша жизнь – это общение, причем в различных формах. Мы умеем общаться словами, жестами, мимикой и даже рисунками. Да, действительно, наша программа Телеактивно – это игра для общения и игра на общение. Поэтому здесь будут использованы различные формы общения, мимика, жесты, вербальные, графические описания. И все это вместе развивает наши коммуникативные навыки и умение работать в команде. Итак, мы рады представить вам наших участников. Это Валентина Неустроева, Анна Туварова и Максим Эверстов. Максим Эверстов, капитан команды Пушкинка, убеждает нас, что библиотекарь – это сугубо мужская профессия. Ведь исторически в библиотеке работали только мужчины. А все мы знаем, что история циклична. Так, на сегодняшний день в Национальной библиотеке Республики Саха-Якутия работает 50 мужчин. А Максим там занимает должность ведущего библиографа медиа-центра. Конечно, любит читать. Предпочитает фэнтези и антиутопию. Анна Туварова с детства знала, что станет библиотекарем. Ведь она работает в Доме книги, можно сказать, с детства. Ее мама была библиотекарем и, став постарше, Анна периодически заменяла ее в летнее время. Так что библиотека для Анны – это второй дом. Сегодня в Национальной библиотеке Якутии Анна Туварова – главный библиотекарь научно-методического центра. В свое свободное время любит мастерить руками, причем работает с деревом. Валентина Неустроева – научный сотрудник научно-исследовательского центра книжных памятников. Изучает рукописные документы, которые хранятся в книжных архивах Национальной библиотеки. Работа скрупулезная, интересная, но требует много внимания и знаний. Поэтому Валентина почти все свое свободное время уделяет чтению профессиональной литературы. А еще она любит фотографировать, рисовать и с друзьями играть в настольные игры. Команда представляет Национальную библиотеку Республики Саха-Якутия. Здравствуйте, ребята! Очень рады вас видеть в такой единой форме. Скажите, как называется ваша команда? И, может быть, у вас есть девиз? Мы решили назвать команду Пушкинка в честь традиции. Да-да-да, Пушкин. Раньше она так называлась? Да, народное название. Поэтому народное название, да. У вас, может быть, есть девиз? Мы решили, что наш девиз очень простой – читать больше всех, лучше всех, быстрее всех. А также просим любить и жаловать Алену Наговицыну, Нарея Бапосову и Гулану Григорьеву. Девушки работают в смарт-библиотеке. Алена Наговицына – библиотекарь информационно-образовательного отдела смарт-библиотеки города Якутска. Каждый день совершенствует свой английский. Ведь на работе она преподает английский язык для детей и взрослых. А своим хобби считает бег и кулинарию. Нарея Бапосова в смарт-библиотеке курирует все мероприятия – культурные, образовательные. Будь то занятие иностранным языком или игра на музыкальном инструменте. А еще Нарея любит отдыхать на природе, путешествовать и вязать. Уйгулана Григорьева родом из Жиганска, поэтому, пользуясь случаем, всем своим землякам передает привет. Она работает в Центре библиотечных услуг смарт-библиотеки города Якутска. И помимо работы библиотекарем, активно занимается спортом. Так, недавно она вместе со своим отцом покорила Эльбрус. Они взяли высоту 5042 метра за 10 часов и 30 минут. Невероятно! А еще Уйгулана любит печь пироги и угощать ими своих любимых коллег. И команду мы, посоветовавшись, решили назвать Smart Team. То есть, получается, название нашей библиотеки и смарт с английского, как умный. Девиз, может быть, у нас есть. Да, у нас есть девиз. Чтобы позабыть печаль. Читай книги, пей чай. Как здорово! Но прежде чем начать приступить к нашей игре, я предлагаю вам сыграть в мини-викторину. Каждой команде будут заданы по три вопроса. Причем вопросы все из школьной программы. И если так получится, что каждая команда верно ответит на все три вопроса, тогда в этом случае капитаны команды должны будут кинуть наш кубик. И у кого цифра будет старшей, та команда начинает игру у нас с первой. А всегда у нас начинает команда красных. Так, начинаем? Поскольку мы первыми обозначили ребят из национальной библиотеки, вопросы школьной программы звучит для вас внимание на экран. Сатурн. Это какая по счету планета от Солнца? Ага, несколько секунд вам на раздумье. А я хочу напомнить, что вопросы из школьной программы нам задают учителя городского, Якутского городского лицея, преподаватели филологического факультета СВФУ и сотрудники Малой академии науки. Итак, ребята? Мы думаем пятое. Давайте узнаем, правильно ли это. Сатурн. Это планета шестая от Солнца. Так, очень хорошо. Минус очко. Ребята, девушки из смарт-библиотеки, внимание на экран, вопрос для вас. Из каких стран состоит Соединенное Королевство? Преподаватель Якутского городского лицея по английскому языку задает такой вопрос. Девушки, ваши варианты? Так, если мы не ошибаемся, то это Великобритания, Ирландия, Шотландия и Уэльс. Так. Ну, хорошо, давайте посмотрим, правильно ли это. Соединенное Королевство Великобритании состоит из четырех стран. Шотландия, Северная Ирландия, Уэльс и Англия. Так, Англия вы не сказали. Поэтому, да, минус одно очко. Ребята из национальной библиотеки, второй вопрос для вас. Внимание на экран. Самые длинные горы в мире. Длинные. Несколько секунд на совещание и... Максим, Аня и Валентина. Ваши варианты. А мы можем все отвечать, да? Да, вы отвечаете. Не знаю. Какие варианты? Что вы думаете по этому поводу? Ну, блин, уксу. Так. Горы? Горы, горы. Самые длинные горы. Время у нас уже на исходе. Араратские, может быть. Какие? Араратские. Нет, Арарат. Араратские. Ну, полностью или нет. Или Кавказ. Кавказ мы имеем. Вы имеете в виду Кавказ. У Марии Ленишни-Корякина, учителя географии Якутского городского лицея, давайте узнаем, правильно ли это. Самые длинные горы в мире – это Анды. Находятся в Южной Америке. Так, очковы не получили. Команда девушек из смарт-библиотеки. Вопрос для вас. Внимание на экран. Назовите год основания города Якутска. 1632 год. Абсолютно верно. Но давайте сверимся с учителем истории. Город Якутск был основан в 1632 году. Все верно. Может быть, вы знаете дату? Сентябрь. Сентябрь. Да, день города, когда мы отмечаем. Сентябрь. Хорошо. У вас есть одно очко. Последний вопрос для ребят из Национальной библиотеки. Внимание на экран. У каких простейших отсутствует постоянная форма тела? Ага, биология. Мы думаем амеба. Давайте узнаем. Постоянная форма тела отсутствует у амебы обыкновенной. Абсолютно верно. Мы вас поздравляем. Счет у вас сравнялся, но у вас есть еще шанс вырваться. Вперед, девушки, смарт-библиотеки. Внимание на экран. Согласно одной из выдвигаемых теорий относительно скрытого смысла известной народной сказки, в ней заложена технология программирования младших сыновей. Так, на своем пути, главный герой этой сказки встречает символ ловкости, второй символ воинской храбрости, третий символ мудрости и доброты, и четвертый символ женщины, обретя который, он завершает свой цикл и дает начало следующему. Согласно другой астрономической теории, движение и путь главного героя олицетворяют движение солнца. Назовите эту сказку. Вот такой вот непростой вопрос от преподавателя филологического факультета. Мы посоветовались, и нам кажется, что это сказка «Колобок». Давайте узнаем у Дмитрия Ширкова, так это или нет. Правильный ответ «Колобок». Он встречает на своем пути символ ловкости. Это, конечно, зайчик. Символ воинской храбрости. Это волк. Символ мудрости и доброты. Это, конечно же, медведь. Символ женщины олицетворяет леса. Девушки, я вас поздравляю. Теперь вы официально числитесь командой красных. Меняемся местами и присаживайтесь на красный диванчик. А правила игры таковы. Все участники разбиваются на две команды. Команда красных начинает игру первой и бросает кубик. Игрокам нужно будет объяснить своей команде слова или фразы, указанных на карточке. При этом нужно уложиться в 45 секунд. За каждое правильно угаданное слово или фразу команда приближается к финишу и к победе. Каждый из членов команды в строгой очередности демонстрирует слово или фразу тем способом, который изображен на клетке игрового поля, где потенциально может находиться фишка. Но передвигаться можно только в том случае, если команда слово или фразу угадала. А вот если игроки не поняли расплывчатое объяснение товарища, фишка будет стоять на месте. Выигрывает та команда, которая первой дойдет до финиша. А теперь смотрим на саму карточку. Если нарисован говорящий человечек, значит нужно объяснить слово или фразу. В этом случае нельзя использовать однокоренные слова. Если нарисованы кисти карандаш, значит нужно немного побыть художником, чтобы попытаться изобразить слово или фразу на доске. Если на карточке вы видите маску, вам придется стать мимом и с помощью жестов и актерского мастерства объяснить членам своей команды нужное слово или фразу. Пока участники готовятся к игре, предлагаем ненадолго окунуться в историю настольных игр. Ведь наше шоу «Телеактивно» — это по большому счету огромная настольная игра. А некоторые люди и не догадываются, что настольные игры появились в доисторические времена еще до появления письменности. Так что же было первой настольной игрой? Конечно, кости. Набор из 49 вырезанных и покрашенных камешков был найден во время раскопок 5000-летнего кургана «Вашурхаюк» на юге-востоке Турции. Они считаются самыми древними игровыми компонентами, найденными археологами. Схожие экземпляры были обнаружены в Сирии и в Ираке. Вообще, настольные игры, не утратившие и по сей день своей актуальности, не так уж и сильно изменились за тысячелетия. Все потому, что в основе любой игры лежит вызов, соревнования и адреналин, которые придают силы и уверенности в себе. Такие были в Древнем Египте и у викингов. К примеру, хнефатафл. Иногда его называют просто «тафл». Это игра, в которой пленные играют против захватчиков. Цель белых фишек, то бишь пленных, устроить побег короля, в то время как черные фишки захватчики норовят помешать ему. Напоминает шахматы, не правда ли? В современном мире все началось в 1934 году, когда Чарльз Дэрроу представил проект игры в будущем, названной «Монополия». Она быстро приобрела популярность как на Западе, так и в СССР. Увлекательная игра не только была способом отдохнуть, но и помогала развить навыки в области экономики. А вот российским культовым развлечением, несомненно, было лото. В него играли всей страной, благодаря телевизионным эфирам передачи «Спорт лото». А набор из карточек и мешочка с бочонками был дома практически у каждого. Но, надо отметить, сама игра появилась намного раньше. В Генуи в лото играли еще в XVII веке, а в XVIII она появилась в Российской империи, причем изначально считалась досугом высшего общества и только после революции обрела популярность среди всех слоев населения. Современные игры эволюционировали долгие годы, и теперь это один из самых популярных видов досуга для любой компании, в том числе и для нашей. Все поняли правила игры? Итак, мы начинаем. Команда красных едает кубик первый, и таким образом определим, какое задание ей попадется и сколько шагов она сможет сделать в случае успеха. Кто начинает? Алена. Алена. Алена стартует и задает игру. Алина. Так, это у нас получается... Рисование. Голубой фон рисования. Так, Алена, вы подходите к нам, к нашему столику, выбирайте абсолютно любую карточку, которая вам понравится, не показывайте своим игрокам, членам своей команды, показывайте только нам, и я вам подсказываю, что вам должны рисовать именно эта... Хорошо. ...вещь. Говорить нельзя. Говорить нельзя. Звуки использовать тоже. Скажите по команде нашего таймера. Нинуточку. Время. Девушки, вы можете подойти чуточку, если плохо видно. Буквы. Холодинник. Да. 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 Молодцы, молодцы. Так, торжественно переносите фишку на свою клеточку. Фишка красного цвета. Да. Да. Алена, вы представитель красной команды, поэтому красная фишка ваша. Вы справились с первым заданием, и теперь вы на первой клетке. Ура. Команда национальной библиотеки Пушкинка. Максим кидает кубик. Да, туда же. Поэтому подходите к нам, берете любую карточку и тоже смотрите на синий фон рисования. Нет. Вот. Понятно, да? Вот, вот, да. Нет, вот, да. Угу, все понял. Так, по команде нашего таймера. Время. Дается 45 секунд каждой команде на угадывание ответа. Картина. Человек падает. В море плавает что-то в море. Человек плавает. Бассейн. Бассейн. Наблюдает. Наблюдает спасатель. Наблюдает спасатель. Кричит. Осторожно, берегись. Хорошие варианты. А, соревнования. Что это? Росспасатель? Командир? Спасатель, командир. Капитан. Капитан по плаванию. Капитан плавания. Плавательный. Капитан. Плавец. Капитан дальнего плавания. Остается пять секунд. Так, пять, четыре, три, два, один, ноль. Время. Но вы были близки так к правильному ответу. Тренер по плаванию. Тренер. Вот так. Синяя команда пока не двигает свою фишку. Команда красных по очереди кидает кубик. И мы таким образом определяем, сколько шагов сделает команда красных. Смарт. Тим. Пять. Пять. Раз, два, три, четыре, пять. Это фантомима. Зеленый фон. Подходите к нам, берете любую карточку, смотрим на зеленый фон фантомима. Так, имейте в виду, что звуки и слова нельзя использовать. Пожалуйста, придите, пожалуйста, в центр нашего поля. Время. Плеер. Слушать музыку. Радио. Слушать радио. Радиоприемник. Слушать музыку. Слушать там есть? Радио. Радиоприемник. Слушать магнитофон. Первое радио. Третье радио. Так, что-то радио. Слушать музыку по радио. Это я слушаю музыку. Три, два, один, ноль. Озвучивайте правильный ответ. Передача по радио. Как сложно. Это сложно. Может быть, у вас есть мысли, как бы вы показали бы это словосочетание? Легулана, Алена. Ой, если передача, то вот это вот, наверное. Телевизор, то есть. Типа, ага, или вот телеактивная, это что, передача? Я как глагол подумала. Передаю. Пушкинка, у вас есть мысли по поводу того, как бы вы показали бы это? Я бы даже так же показала. Так, но у вас есть шанс. Может быть, вам тоже сейчас попадется пантомимом. Бросайте хобби. Я надеюсь, что это тоже телепередача. Где шестерка? Четыре. Так, раз, два, три, четыре. Опять у нас сегодня рисование, желтый фон и рисование. Смотрим на карточке. Раз, два, три, четыре. А, нет. Почему? Да, да, да. Что? Человечек говорящий, человечек синий фон. Верно. Синонимами. Это будет словами объяснять? Да, сейчас нужно будет. Словами. Теперь словами. Объяснять словами, используя синонимы, либо антонимы. Время. Это бывает на горах, когда я на машине, спускаюсь на машине, и долго-долго еще такая песня была. Серпантин. Ага. Снежный симпатизм. Снежный симпатизм. Снежный симпатизм. А, там два слова. Серпантин есть. Ага. Первое слово. Зимний. Горный симпатизм. Когда я еду на машине, почему? Дорожный симпатизм. Да. О, молодцы, молодцы. Торжественно двигайте свою фишку. Фишка синего цвета. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Итак, команда красных, давайте вырвайтесь вперед. Кидаем кубик. Давайте пожелаем удачи. Раз, два, три. Ну, хотя бы. Три, раз, два, три. И тоже синий фон. Это тоже словами. И тоже словами получается, да. Так. Любую, да? Любую карточку. Карточку можете выбрать. Можно где-нибудь снизу, да-да-да. Хорошо. Я вам подскажу. Вот. Ну, говорить можно. Ага, хорошо. Карточка мне. Время. Говорить можно. А-а-а! Говорите. Это как... Как мне сказать? Дорога. Подсказывай еще раз. Ага. Это... Там в пунктире же есть что-то? Что мы черчим линейкой? Дорогу. Линейкой. Дополнение. Нет. Еще что? Дополнение. Еще. Черчим линейкой. Еще по-другому. Тир. Десять секунд. Бывают очень плохие ситуации. Бывают жизни черное и белое. Это что? Лоса. Да-да. И что? Чего? Плохого чего-то? Лоса, неудача. Да. О-о-о-о! Я молодец. Десять секунд. Торжественно двигайте фишку. Ставьте тоже на клеточку. Рядом с вашими соперниками. Из Пушкинки. Подвиньте, подвиньте. Молодцы. Команда. Команда синих напряжена. Кидайте. Мы не напряжены. Так. Хоп. Два. Раз. Нормально. Два. Опять фантомима, зеленый фон. Да. Не показываем соперникам фантомима, зеленый фон. Вот. Опять же, вы не должны использовать слова и звуки. Время. Поезд. Поезд. Два слова. Второе слово поезд. Машинит поезда. Первое слово. Первое слово поезд. Поезд. Поезд двигается. Рельсы. Поезд. Поезд. Мчится. Поезд идет. Поезд идет. Молодцы. 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 Два шага вперед. Двигайте вашу фишку. Раз. Два. Два. Молодцы. Команда красных. Давайте догоняйте. Алена. Голубцы. Алена. Да. Это просто. Кот в мешке. Шесть. Шесть раз. Четыре. Четыре. Кот в мешке. И я напоминаю, что если вам попадется кот в мешке, это означает, что сейчас вам будет задан музыкальный видео вопрос. Этот вопрос задают артисты Якутской государственной филармонии. Вам нужно будет угадать название композиции и автора. Слушаем. Какие варианты, девушки? Хорошо. Наш вариант, что это композитор Вивальди и композиция времена года. Автор, вы указали правильного, да, зима, ну, времена года. Да, абсолютно верно. Думала, что двигайте вашу фишку красную на клетку телеактивно. Это четыре. В другую сторону вышли, а в другую сторону, да. Давайте поправим. Раз, два, три и четыре. Молодцы. Команда синий. Пушкинка, вы угадали этот? Мы не знали, мы тоже времена года выбрали, но какое именно там зима, весна, а вот это мы не знали. Пять. У нас как будет? Раз, два, три, четыре, пять. Нет, говорить. Говорить. С темно-синий фон, да. Нормально. Вот это? Да, конечно, для работников библиотеки это, наверное, лучший вариант. Говорить, говорить это хорошо. Так, темно-синий вариант. А вы правильно посчитали, да? Правильно мы посчитали? Да. Правильно, правильно, правильно. Все просто откуда-то не правильно. Темно-синий вариант говорить, вот. Это у нас считается. Угу, окей. Давай, Макс. Время. Одно слово без категории. Куда въезжает поезд? Темнота. Метро. Пещера? Туннель. Да. Верно. Пять секунд. Молодцы. Супер, здорово. Так, двигайте фишку, не забывайте. Да. На пять. Так, пять. Раз. Двигайте. Раз. Минуйте. Два. Три. Четыре. И пять. У-ху. Супер. Команда красная. Давайте продолжаем игру. Ну, три, давай. Все шесть. Три. Три. Так, у нас по? Три, да. Раз, два, три. Тоже говорить синий фон. След в след идут. Девушки из смарт-библиотеки синий фон у нас нет. Вот. Вам нужно объяснять словами. Я думаю, это несложно. Однокоренные слова нельзя использовать. Время. Мы обсуждали это, вопросы, маленькая страна. Викторина? Нет, там кто живет? Ватикан. Папаринский. Папаринский. Да. Десять секунд. Вот прям неправильно. Догадали, да. Двигайте фишку красных. Раз. Два. Три. Молодцы, сравняли счет. Так. Команда синий. Пушкинка. Е-е-е. Папаринский. Папаринский. Папаринский, чтобы выиграть. Там, конечно. Там неважно будет уже сколько, хоть если шесть, то значит больше четырех. Ага. А можно так? Можно. Шесть. Так нельзя. Нет, нет. Нельзя. Он говорит, нельзя. Так, кидай. Ладно. Давайте по-честному. У тебя легкая рука. Давай. Три. Раз. Рисовать. Рисовать. Рисовать розовый фон. Давай, ты справишься. Так. Можно из недр нашей карточек розовый фон рисовать. А. Вот она. У-у-у. Давай, давай, давай. Так, подождите. А, синий марки, да? Не забывай, как ты умеешь рисовать. Время. А вкусно. Театр, кинотеатр. Театр? Театр эстрады. Театр искусств. Опера, балета. Театр, балет, театр, кино, театр. Чего? Театр. Театр юного зрителя. Театр. Дуэт. Театр. Театр. Я понял, понял. Первая слово, театр. Кинотеатр. Театр чего-то? Кинотеатр. Театр. Театр искусств, театр кино, театр фильма, театр драматический театр, театр оперы, 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 все. Время. Театральное представление. Ну сложное словосочетание все-таки, несмотря ни на что. Как бы вы нарисовали, девушки, театральное представление. Вот слово представление, мне кажется, вызывает какие-то сложности. Именно вот представление, да? Хорошо, у вас есть шанс вырваться вперед, потому как у вас счет абсолютно одинаковый. Кто кидает кубик? Мой черед. Ольгу Лана. Так. Так. Череп. У-у-у! Почти же. Да, то же самое, вы след в след идете, розовый фон рисования. Вот. Ага. Рисование. Время. Замок, пазл, рубашка, майка, форма. Жилет. Спасательный жилет. Кондуктор. Карман. Карман жилета? Карманный жилет. Штанов. Жилет в кармане. Жилет в слове есть? Жилет. Я могу так писать? Нет, писать нельзя. Два слова, да? Жилет, карман, карман. Карман жилетки. Пять секунд. Карман. Жилет в слове есть. Карманный жилет. А, нет. Но на самом деле прозвучал почти правильный ответ. Карман жилета. Было уже, да. Ну вот надо было докрутить, потому что карман на жилете. На жилете было. Да, вот я пыталась как-то сказать. Так, поэтому не засчитываем. Не засчитываем. Ладно. Молодец. Команда красных. Синих. Синих. Пойдем. Давай. Можешь. Все. Так, раз, два. Говорить, желтый фон. Говорить, да. А, говорить, все. Говорить, желтый фон. Вот это, да. Ага. Я вам подскажу. Да. Все верно. А, говорить можно, да? Да, говорить можно. Нужно. Подожди, подожди. Время. Я с кем-то? Играешь. На приставке. Переписка. Не, ваканс. Компьютер. Переписывай, переписка, общение. Все. Переписка. Молодцы. Систер, двигайте фишку. Фишку синего цвета. Команда красный. Девушки. Давайте пожелаем удачи. Удачи, Алена. Алена. Так, тадам. Шесть. А, чуть-чуть. След. И опять. След в след, желтый фон и говорить. Говорить можно? Говорить можно. Хорошо. Время. Это, получается, вид спортивной деятельности, когда два человека, ну или вообще... Больная борьба? Нет, тоже на Олимпиаде было. Они на таких, получается, устройствах надевают на ноги и отталкиваются палками. И, получается, соревнуются друг с другом. Как это называется? Два слова. Шорчика какой-то. Шорчика. Два слова. Так, это... Это гонки? Да, да, да. Гонки слово есть. Да. Какая? Какая у них на ногах есть приспособление? И плюс палки. Лыжные гонки? Все. Верно. Верно. Лыжные гонки. Да. Абсолютно верно. Двигайте вашу фишечку. Ставьте рядом... Нет, в эту сторону. Рядом синий. Ничего. Ребят, и у нас идут след в след. Интересно. Команда синих. Молодец. Максим. Давай. Все решит судьба. Высоко. Еее. Четыре. Будем смотреть голубой фон Пантомима. 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 Станчик. Скажешь, будет сложный. Сложный, детям, да несложный. Так, несложный. Пожалуйста. Сложно. Сейчас. Время. Копать. Яблок. Клад. Сокровища. Отдыхать. Работать. Копатель. Отдых. Отдыхающий. Перерыв. Сад. Огород. Огородник. Садовник. Садоводчество. Садоводчество. Дача. Да. Молодец. Ура. Такой напряженный на них. Я тоже так обрадовалась. Молодцы. И Пушкинка победила в этой программе. Молодцы. Ого. Ребят, ребят, скажите, пожалуйста, поделитесь своими мыслями, эмоциями, вот что было трудно объяснить, показать, нарисовать, а что было наоборот очень легко? Театральное представление. Да, сложное. Ну, нарисовать вроде было. Нам объяснять словами проще, потому что мы коммуникацию чаще составляем, а рисуем мы все реже с годами. Тем более, пантомим мы тоже не часто используем, поэтому, когда попадается объяснять слова, мы такие ликуем внутри. А команда красных? Пантомима. Ага, самое сложное, это пантомима. Безслово, безслово. А что больше всего понравилось? Не понравилось. Вот какое слово. Не понравилось. Словосочетание. Ну, передача по радио. Да, да. Обидно. И там тоже вот предлог. На железе. Обидно. Это обидно, да, я с вами согласна, но игра есть игра. Огромное спасибо вам за участие в нашей программе. Мы поздравляем команду синих, это команда Пушкинка, национальная библиотека нашей республики. А на этом мы с вами прощаемся. С вами были мы, Лена Андреева и Ларина Сукуева. И, дорогие друзья, несмотря на победы и разочарования, самое главное, продолжайте общаться. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!